Эвкалипт называют живым насосом за удивительное свойство осушать болото. Кроме того, это растение имеет специфический запах, который отпугивает насекомых. Именно поэтому их активно использовал в своей работе бактериолог Сергей Соколов. Спустя 90 лет в Сочи вновь появилась необходимость бороться с комарами. Водоемы запускают гамбузию, обрабатывают сыры, участки высаживают эвкалипты. Озеленять город этими деревьями воспитанники эколого-биологического центра начали три года назад. Помимо этого, на территории центра появился пруд, где выращивают гамбузию. Свои знания юнаты демонстрируют в экологических акциях. Накануне стартовало сразу четыре таких познавательных мероприятия по выращиванию эвкалипта и знакомству с флорой города. Акция по «Моя земля начинается с меня» и по изучению микрорайонов, экологического состояния микрорайона и изменений, происходящих в окружающей среде. Это как раз акция, которую мы посвящаем вот этому предстоящему форуму ангелов природы. Победители наших мероприятий получат в подарок эвкалипты, которые они смогут посадить на своих территориях. Сеянцы эвкалиптов сегодня привезли сотрудники управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи. Воспитанники эколого-биологического центра и учащиеся младших классов второй школы под руководством специалистов пересадили сеянцы в большие контейнеры. После ЮНАТО совершили познавательную экскурсию, отвечали на вопросы, записывали информацию о растениях и насекомых. Такие открытые уроки проходят уже в рамках акции «Город и школьники». Это комплекс тех агротехнических мероприятий, которые в последующем детям дадут те знания, чтобы они могли бережно относиться к природе, к нашим растениям города Сочи. За высаженными эвкалиптами ЮНАТО будут ухаживать около года. После молодые деревья переселят в переувлажненные места курорта. Итоги всех экологических акций подведут 22 апреля. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.